Ну что ж, вот мы и вернулись. Действительно, надеемся, что никто не разбегался, потому как следующий матч — это Hippomaniax, который мы сейчас наблюдали против Empire Hope. Сразятся они с Гамбитами, как раз-таки и один и другой коллектив имеют статистику 0-1, но тут, как показала практика предыдущей игры, мне кажется, должно быть что-то на уровне суперлегко для Гамбит. Как вам кажется? Ну, посмотрим, пока что они выглядят несыгранными и немножко имеют синхронизацию в своих действиях, драках. То есть если в Hippomaniax это тотальная десинхронизация, то у Spirit она присутствует, но по идее не в таких масштабах. Вот, как раз-таки давайте еще раз, если кто-то к нам недавно присоединился, посмотрим еще раз на Hippomaniax. Это Кури, Суприм, Сайберлайт, Сехны и Маф, как раз-таки. Логотип прикольный у них. Да, логотип. Классный. И, конечно же, Гамбиты в обновленном составе с FNG и Эмержином, а также Afterlife, Афонин и Дахак. Конечно же, Коры. Отмечал Володя на Reshuffle Madness как раз-таки, что у нас Afterlife очень сильно возмужал, вырос, как раз-таки он свою игру, можно так сказать, нашел. Что можете вы сказать вот сейчас после первой игры по этому поводу, как раз-таки по поводу Василия? Ну, в той игре он свою игру найти не смог, но в целом нужно понимать, что у него герой-помощник в первую очередь, потому как бы твоя помощь, она оценивается именно по импакту твоего кора, который, ну, не смог это реализовать. А там кто был Медуза, а второй кор я пытаюсь, а ДК. Да нет, на самом деле я в чем-то и согласен, и не согласен, потому что Beast по последним играм, да даже посмотри, как там FNG Mad на нем играет. Ты на 20 минуте можешь 3 сата иметь, ты можешь иногда иметь надвору даже больше, чем твой кэри-герой. Это герой-вбица, это не только герой как помощи, он играл конкретно как герой помощи, Владмир медалька, бежит вперед, умирает, байбайкается, еще раз умирает. А можно играть так, что ты прыгаешь там с блинка, у тебя Владмир некра, ты в соло уже героя стер за рор, там суппорта может какого-то важного или еще что-то, то есть из этой серии. То есть по-разному можно сыграть. Мне кажется, что конкретно в той игре он не использовал даже своего героя потенциал на 50%. А в целом по поводу того, что ты сказал, относительно стабильно играет, что-то как-то выделить по игре на фоне остальных СНГ игроков, как-то то, что лучше играет или этот, на третьей позиции, такого нет. Он гораздо лучше прячется в лесах, если нужно пачку скипнуть, это прямо его фишка. Можно легко запомнить все спауны, где он сидит, прячется и так далее. Вот это первое. Второе. Соглашусь с Андреем по поводу того, что он бежал вперед, да, в некоторых ситуациях это было заметно разом. Три-четыре, но его билд не позволял ему бежать вперед, именно танчить дэмэдж. То есть понятно, кто-то должен бежать и это делать, да, но все-таки его задача провайдить ауры, медальон и так далее. То есть ты не должен умирать. Не тот герой, который танчит. Если бы он купил Crimson Pipe, тогда да. С Владмиром, скажем так, Иннербистом и медалью это выглядело глупо. Ну, реально глупо. То есть понятно, что это действие нужно сделать, но нужно понимать, какой герой это делает, с какими шмотками, какой нет. То есть не нужно повторять этот один тот же скрипт за разные герои с разными билдами. Интеллектуально это неправильно. Неоправданно. В принципе, так и есть. Окей. Хорошо. Возвращаясь к Гамбитам, видели мы такую, скажем так, контроль доту от FNG. Попытался он в первой игре сыграть. Можем ли мы что-то интересное, что-то неожиданное в этих драфтах посмотреть, там, без трента, например? Саппортов поменять нужно. Ну, там как раз в первой игре у нас прям саппортов забанили, один другой коллектив полностью. Блеймершна забанили, там, Виз был в бане. То есть в целом, вообще, связка вот саппортов все-таки тренд Тинни. Но Тинни понятен был почему. То есть Саня тоже вот объяснял то, что он помогает тебе там выиграть линию. Но, опять же, я играю на бесте на каком-то, и я хочу с собой видеть другого саппорта. То есть из Мельвишникова, если бы я кого-то и выбирал бы, наверное, Тускара. Почему? Потому что Тускар очень сильно бустит своим третьим спелом. Но вообще Тускар это тот герой, который тебя любую линию усилит. Поэтому, да. Ну, другие там очень классные, на самом деле. Да со всеми офигенно, знаешь, с Фурионом там тоже, и этот. Короче, матчапа куча. А на Пиньков он дает баф? Наверное, нет. По-моему, дает так же самое, как и на Кабана. Могу ошибаться, кстати. То есть на 5 Пиньков может плюс сотку дать? Наверное, нет. Слушай, а если на Пауков работает, то ведь и на такого рода суммонов должен быть. Разве на Пауков работает? Да. В начале патча там были такие видосики. Я помню, Вагамама там в лобби тестил. Я увидел, когда только патч вышел. Он тестил, где вот просто Пауки за секунду, знаешь, пачка Пауков героя просто под бафом Тусика съедала. Так не должно работать. Это имбова. То есть это условный такой, знаешь, абуз Тускара еще с какими-то героями с суммонами получается. То есть в целом я вот не уверен, фиксили это как-то или нет, но по последним моим играм это все так же работает. А в остальном, что хотелось еще бы сказать. Нет, да, хотелось бы просто чуть-чуть других каких-то суппортов увидеть. То есть вообще в целом вот этот пик в первой стадии мне понравился. Это Бистмастер, сильный герой, Медуза такая на закрывающую тоже хороший был выбор. То есть ДК. Ну там реально был пик мужиков, короче. ДК, Тини, Бистмастера, Тринц, просто все здоровые. Тимфайта просто не хватало. По игре уже там ошибки были сделаны различные. Но в остальном вот очень спорный пик все-таки Тринта был однозначно. Да, действительно. Против Дарксира уже тоже. Не до конца мы его понимали. Ну и совсем скоро у нас будет стартовать уже лобби как раз-таки хипомэниаксов и гамбитов. Ну и по чехам, конечно же, пройдемся. Ну, понятное дело, это игра какой-то был рофлопап в их исполнении, как мы уже отмечали. Но, может быть, ребята все-таки подвозьмутся немного за голову и попытаются что-то покоманднее сыграть. Какие-то такие более командные драфты покрываются. Ну, это не то, что рофлопап или там они были несерьезные и так далее. Это просто как бы, ну, та та самая пресловутая макроигра. Это ее азы. Какие герои выполняют такие действия, какие нет. То есть в данном случае мы не увидели, скажем так, правильного распределения этих действий между основными ресурсами этой команды, да. То есть какие герои что делают, кто protect, кто space, кто там вардит, кто вообще игру побеждает. То есть, ну, просто как бы каждый делал свое. То есть я бы не сказал бы, что… Это просто непонимание выглядит именно так. У ребят слабое понимание, на твой взгляд. Да, именно так. Макроигры. Да. Ну, в целом какие-то командные действия, понимание того, что нужно сделать в такой ситуации, когда у тебя там… Ты играешь тоже против Медузы, тебе, в принципе, все-таки нужно какой-то темп задавать. А у тебя 15 минут, у тебя нету блинка на аксе, и все, что происходит, герой статически фармит. Ты ждешь этого блинка. И у тебя еще герой при этом умирает. Но это самый, типа, худший раскат, который может быть. Тебя, в принципе, устраивает, что ты фармишь. У тебя все три кора лучше. Акс сильнее Джаггера, снайпер сильнее Медузы. И кто там еще? И Сларк тоже бьет кому надо. Тут ты прав, потому что тебя это устраивает. Просто заварните и сыграйте нормальную защиту. Не пустите на территорию, то есть, увернитесь, подпустите где надо. Пускай саппорт какой-то пойдет, умрет, смог разревилит. Но они так, что один сдох, второй сдох, третий сдох. Где варды стоят, непонятно. На деле мне пик понравился больше. То есть, у хипоманьяков. Мы ведь все-таки, получается, как ошиблись, потому что мы ставили на победу хипоманьяков. Но это исходя уже из драфта. Но они свой пик просто плохо реализовали. Они даже, да, элементарно, как уже неоднократно было подмечено, не смогли защититься от хорошим виженом, от вот этой вот связки, там, земля, которая под щитом драксира бегает. То есть, они паровозом с драксиром там бегали и убивали. Наша задача здесь не в пророков играть правильно, а сказать, как работает ондойм второе. Потому что команды все-таки разные по уровню. Получается тоже субъективно, да. Потому что, ну, где-то ты видишь, да, вот драфт чуть-чуть лучше, да, там какой-то контрпик заехал. Вот здесь мы про снайпера говорили, то, что он крут, и мы увидели снайпера в пике. То есть, на деле, как уже получилось реализовать, тут уже от игроков зависит. Нет, даже проиграть 10 тысяч он гору защищал и не давал Медузу спуску. Просто там, ну, совершенно в других вещах проблемы. Ну, и как раз вторая игра, вот, без Медуза у нас интерес, ну, точнее, не появляется, а Медузу начали очень сильно котировать у нас коллективы. И как раз-таки вот то, о чем вы говорили, айтем-билды, которые позволяют ей быть чуть ли не самым быстрым фармером на карте, да, вообще в игре. Будет ли она у нас в банах? Мы не увидели этих айтем-билдов, кстати. Мы видим Маманту, мы не видим Мома, там, Яши и так далее. Мы не видим вот этих буферных, скажем так, переходов, которые позволяют много фармить. То есть это просто, как бы, хорошие шмотки, такие утилити, утилити вещи. Пока во всех играх она, в принципе, не была такой, что Медуза прям по Нетворсу как-то нереально быстро разогналась. Она везде, в принципе, наравне была. Это связано, в частности, с айтем-билдами. Плюс Медуза, соответственно, еще очень сильно может набрать. То есть это герой, но по логике вещей. Герой, который очень быстро толкает линию. Герой, который, в отличие от других, может параллельно выйти там в эти треугольники, знаешь, по три компа фармить. И при всем при этом герой, который офигенно еще стаки фармит. То есть если у тебя еще где-то есть подстака на какие-то эндшеты и так далее, то есть у тебя Медуза в определенный момент может очень сильно разогнаться, там обогнать на каких-то две-три тысячи, то есть быстрее взять какой-то сильный слот. И вот ты с этим уже, забрав там, да, какого-то Рошана, можешь навязать какой-то темп. Потому что враг просто не будет иметь возможность пробить эту Медузу при наличии, да, какого-то там таймингового баттерфляя. С другой стороны, с этим же слотом ты можешь фармить также быстрее. Можешь также продолжать фармить. Все-таки герой слишком сильный у него таланты, слишком. Ну да, ты вот во время игры там говорил про то, что стоит ей даже может где-то таланты пофиксить. Ей надо фиксить таланта три причем из четырех. Ну на пятнадцатом все-таки вот этот талант с лайфсилом от Змейки увеличенный, вот мне кажется этот талант слишком силен и то, что ты его так рано можешь взять на пятнадцатом уровне. То есть он очень сильный еще не только за счет того, что ты себе больше маны воруешь, а то, что то еще, насколько много маны ты бернешь в аргу. Половину маны отбирает примерно. То есть представь, половину маны забирает. Это на пятнадцатом уровне, когда она быстро разгоняется, то есть она приходит, а ты уровня двенадцатого. А она идет уже те вышки бьет, скажем так. У нас уже пики? Да, у нас уже появляются драфты как раз таки. Хипомэниакс против Гамбиты Спорт. Наблюдаем, что Тусик, Лич у нас отправляются в бан. Забанили Эрспирита, потому что он их обижал в прошлой игре. Да, сразу же. Потому что типа блин, не хотим. И вторая игра против Гамбитов, кстати, банит землю, но просто люди, это легко прочекать на самом деле, на ком игрок спамит Фаби. То есть ведь все команды при подготовке используют такую информацию, отталкиваясь от того, на ком игроки сейчас очень много спамят в Пабе. А вы используете эту информацию? Конечно. Хорошо. А есть ли у меня профиль закрыт? Есть, можно отследить. Во-первых, там есть... Ну ладно, все карты раскрываются. Лайфхаки, как по скрытому профилю. Нет, это не только лайфхаки. Ну да, есть, во-первых, определенные ресурсы, где можно отследить аккаунт, но даже если у тебя скрытый профайл, можно все равно прочекать вейп-ап игры. Серьезно? О-о-о! О-о-о! Бустеры напряглись сейчас. Ясненько. Так, мы видим Тускар, Лич, Морф от Гамбитов. Это что, повтор? Нет, ферст пик, мисс мастер, мне нравится. Это крайне крутой герой. Слишком много стратегий можно под ним построить. Он супер универсальный. Да. Пока мы, кстати, вот еще две игры было, дровку не видели. Как-то ни в пиках, ни в банах. В моем понимании тоже очень сильный герой. Темповый. Герой, который на две линии идет в мид и в сейф-лейн. И тир-один команды уже использовали этого персонажа. Вот мне интересно, будут ли тоже еще на турнире у нас здесь играть команды. Так, ну Дарксира Суэна не будет, потому что в пуле есть урока. Да, вот какой дабл пик здесь? Кстати, против Бистаут Суэн действительно классный герой. Вот, как суппорт. На одну из позиций он реально крут. Дабл пик, но ты либо берешь героя, который закрывает бестмастера и сильного кора. Я не знаю, например, Ричдоктор и Тирелл Блейд. Но мы видим, что по ВСГУ, что, допустим, на это сразу же отвечают апсидом. Либо ты берешь комбинацию. Можно взять суппорта плюс оффлайнера какого-то. Рубик. 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 Это не герой против Бистаута, это просто Рубик. Рубик. Казуальный, да. Это четверка, это мид. На самом деле, это, кстати, из мидеров один из тех героев, которого можно тоже где-то на 21 брать. Он против большинства мид-героев сейчас стоит уверенно. Но только не против Дазла. Ну... Что, Рубик? Да. Он хорошо стоит против Дазла. Хорошо стоит, конечно. Мне кажется, если вот взять... Да, это такой... Мне кажется, 50 на 50. У него есть сила в том, что он против большинства игрок, можно стоять ровно. Но при этом он потом начинает активно по карте передвигаться и задает определенный темп. Смотри, ты стоишь против Дазла, ты снижаешь ему демидж постоянно, у тебя демиджа больше. Ты по крипам в плюсе. Если он кидает в тебя яд, ты его откидываешь. Нет, кстати, самое офигенное против Дазла, это то, что насколько же Рубикам приятно воровать спейлы у Дазла. Причем там все, что не своруешь, как бы имбовые. Итак, призадумались над вторым. Undying. Ну, мне не нравится пока что. Undying против бейсмастера неприятный на линии, чтобы выиграть лайн против Undying. Хотя, ладно, есть одна простая рабочая схема. Я ее чуть позже объясню. То, что да, ты просто либо берешь в пару какого-то сильного суппорта, с которым ты можешь убивать этого Undying. Это Dazzle, это какой-то Sky Mag. То есть вы где-то на левеле втором реально можете этого Undying защемить. Либо же ты просто... Самое простое, чтобы твой суппорт вводил тебе по кд крипов. И все. Так это, по-моему, Deja U. Похоже. Именно. Я же говорю, что это что? Похоже. Дарение. Хорошо. Гамбит и распик одинаково. Распик сильный. Дуза на закрывающий этот бист, они просто, мне кажется, потом могли добрать немножко сильнее. Да, и сейчас им как бы легко драфтить, потому что их коры, они, в принципе, имеют синергию и просто сильны. А саппортов они сейчас могут подобрать в зависимости от героя-врага. Ну вот, в этом плане это суперудобно. И при этом непонятно какие-то баны делать. То есть ты просто делаешь баны против Медузы, это антимаг, Сларк, Разоритель, Снайпер. Вот что-то из этого. Ну они опять Сларк, и скорее всего вторым, тогда они банили Тиро Блейда, если не ошибаюсь, сейчас могут антимага убрать. Исходя из... Кого больше боятся, да. Ну да. То есть также они видели, что враг взял Медузу в прошлой игре, и эту Медузу закрыли Снайпером. Так, бан от Hippomaniacs, что же они уберут? Ну, очевидно, нужно убирать либо саппортов, либо... Бессмастера, кстати, можно еще ротировать на пятерку, если его насильно закрывают на денег. То есть против него берут героя, которые к нему неуязвимы, и саппорта еще. То есть, условно говоря, я не знаю, Сларк и Оракл, к примеру, или Сларк и Вичдоктор. Тогда его можно сместить на пятерку или на четверку. Но на пятерке, конечно, ему сложновато в плане импакта, который он вносит. Ну что, птицу кидает, кемпы банит, рор даст на шестом, нормально. И основная функция не дать импакт по игре, а спрятать, включить в игру позицию 3, которую тебе закрыли. Да, да, это понятно. Честно, мне, конечно, распик странный. Знаешь, вот у Гамбитов таких вроде две имбы, да? А здесь... Здесь ланинг, просто ланинг. Здесь Рубик undying. Рубик undying, да. Даже у EPG в этом плане мне пик тоже понравился больше. У них была задумка сразу пересадить Свендерксир и Оракл Булбани. Уже какая-то сильная комбинация. Здесь такие статичные герои очень расту банят. Кстати, мы видели еще одну казуальность, которые показали, что два героя бегут под щитами и бьют крипов, которых даже не атакуют. И гибает пачка, и... Ну, в общем, что-то надо с этим делать. Забыли действительно вспомнить... Глив же нельзя нажать, да? Да. В начале его нет, он же КД-6 только в третьей минуте. Короче, это реально... Я такое пока увидел впервые. В пабе как-то мне это не попалось. И я отметил, действительно, это было очень жестко, то что они вот в прошлой игре эмпайр первую пачку под двумя щитами вот просто пробежались, убили и сразу же задавили со своими крипами и убили с суппорта. Еще и керри ни одного крипа с пачки не забрал. Это было очень круто в плане вот эффективности и задумки. И дальше под этими двумя щитами идут так же самая завышка и продолжают формировать. Это ненормально и нечестно, ты согласен? Да, это им пас. Это просто ненормально. Против этого, чтобы помешать, ты должен двумя героями вместе с крипами идти и как бы бить врагов, чтобы они вот так вот под щитами не забрали эту пачку, но это не так просто и сделано. Пока не тебя набьют за это. Ну да, но это должен быть соответствующий, знаешь, герой. Ну словно каким-то джаггером лечом, ты можешь такое сделать. Там под щит крутилку убить. Не, понятно, что если ты взял джаггера против Дарксира, то у тебя уже все нормально. Хотя все равно не хватит урона под крутилкой убить. Ты снимешь много, а потом тебя забьют руками. Ну ты им не дашь запомнить. Нужен герой с диспейлом. То есть это Оракл или кто их? Ах, пускай разобонили. Наверное, это пятый герой, который в медиа-контре. Здесь Оракла убрали. Честно, странные баны. Бан Раста вообще для меня непонятен. Зачем? По какой причине? Оракл тоже непонятен, если они не собираются какого-то Дарксира пикнуть. Судя по всему, они собираются, потому мы сейчас это и увидим. Мы сейчас увидим логику бана в этих саппортов. Ну да. В целом, мы видим, что очень много забанили саппортов у нас гипоманьяки. То есть у них и зимняя спирит Раста, Оракл. Но на кэре пока остались Тирвоблейд и Антиманк, которых можно позже вскрыть. Сейчас должна подъехать какая-то тройка. То есть Рубик пока еще непонятен. Он либо четверка, либо мид. Но Дарксиркс. То есть так бан Оракла уже становится логичным. А вот Даззл. Кстати, я хотел сказать, что Даззл и гипоманьяки, то, что они забанили, это была огромная ошибка. Мало того, что он здесь идет в мид, а фоня на нем реально круто играет. Он и как суппорт классный, потому что он может пойти и вместе с бистом вот этого андаинга защемить. То, про что я говорил. То есть он и в сейфлейн может пойти, если нужно. Но здесь он мне даже больше как мид нравится, потому что он темп задаст. И вот с этими никрами, с бистмастером они здесь будут делать вообще, что захотят. Мне кажется, что здесь точно минуза мид по бану Хусткара. И да, слишком силен Даззл сейчас. Слишком силен с кабаном на линии против зомби. Там, наверное, лучший герой, который можно придумать. Ну да. И второе, Дарксир очень тяжело ставить против этого хила. То есть герои, которые сильны против Дарксира на суппорте, это вот Оракл, Даззл. То есть герои, которые подхиливать могут. Оракл, Даззл это два таких самых неприятных. То есть даже в ту мету, в которой мы играли еще на пятом, шестом интернешнале, вот в то время, то в принципе, если ты брал Дарксира, который часто был тогда ферст пик, враг часто отвечал Даззлом и брал любого кора, которого хотел выкачать. ТБ. ТБ это хороший пик. И здесь, возможно, можно взять апсида. Но для этого надо нагу ставить в этого, в легкую линию. Садо задавят, я почти уверен. Вообще, кстати, пока у хипоманьяков, знаешь, пик, именно герои, вот появление Дарксира, Терроблейда, в принципе, как сами по себе персонажи здесь сильные, но в совокупности пик выглядит плохо. Вот этот Undying, Рубик, ну тоже Дарксир, с кем он здесь комбинить будет, пока непонятно. То есть у тебя нету... С Дарксиром ты хочешь, чтобы у тебя была комбинация вакуум-стан какая-то. Или, как минимум, сильный милишник, на которого ты кидаешь эти щиты. Ну, мы видели, что может появиться земля и бык, и в принципе этого хватило. В прошлой игре, но, как было сказано, сыграно было не точно. Этого не хватало, в самом начале они проигрывали 3000 и должны были проигрывать дальше. Ну, в принципе, что тут можно сейчас добрать против Терроблейда? Да, да, очень много чего. Ну, прям очень много чего. В Dazzle все-таки мне почему-то кажется, что Афония на нем будет играть. Точно медовый Dazzle, без вариантов? Нет. Мы сейчас узнаем, я думаю, по четвертому пику. Мне кажется, что медуза, да? Да, мне кажется, что медуза. Ну, тут слишком сильно он не в Dazzle на линиях. Так в том-то и дело, что он слишком сильно темп сломает их герою. Давай посмотрим. Я бы думал в другую степь точно. Из таких каких-то опций, которые лично я вижу, это еще, возможно, какой-то там с бистмастером кого отправить. Скай маг мне нравится. Это, на самом деле, я, ну, как бы проверял неоднократно противон дайинга. Это вот помимо Dazzle четверки, то есть Sky, с бистом тоже могут развалить. Вот на втором левеле очень сильно усиливаются, что появляется… Ну, давай подумай, смотри, вот если бы я был на месте гамбитов, я понимал бы, что здесь вот пока что пик гипоманьяк завязан именно на террор-бледе. Если туда приходят бистмастер и Dazzle, кто его защитит? Зомби, который милишник, и Рубик, который не сильный саппорт. То есть они от этой линии точно пострадают очень сильно. Пострадают. Я поставил бы туда бистмастера Dazzle, при этом это два героя, которые способны именно еще и лес захватить. То есть не просто, скажем так, выгнать с линии, а дальше на вышку смотреть, как битрайдер, условно говоря, какой-то, да? Кто здесь у нас? МК. Макакич. Хорошо. Макака хороший. А, кстати, я играл, вот я когда думал, блин, какими харданами против Dazzle приходить, потому что он кидает от яд, и тяжело стоять. Вот Макакич один из них, он кидает яд, а ты в елку прячешься. Ну, там больше задоджить. Да, задоджить. А ты знаешь, что это суппорт? На самом деле прийти якобы тройкой, да, Макакой там, или кэри отправить? Давайте сейчас подумаем. Вот появился Макакая, Макакая это кор, очевидно. Макакая очевидный кор, Dazzle, значит, у нас здесь пятерка-четверка. Он, в принципе, хорош будет как и с бистом пойти против андайвинга, так же самое и против дрессира на сэфлейне, то есть через хилл. Да, но отмечали полезность Dazzle, что очень усилен. Он здесь очень хороший. Я точно хочу бистмастера, вот если бы я играл на бистмастере, я точно просил бы Dazzle, потому что, ну, это будет просто разрыв на линии и захват лесу сразу же. Какой-то суппорт, получается, для Гамбитов остался. Это тогда уже, не знаю, ну, все равно какую-то… А, Виверну забанили. Ну, просто для меня это все равно Grimstar Oak Sky мне нравится. Но почему-то мне кажется, что… Ну, а я опять же хочу AOE-шку. Опять, Гамбит, сильный пик, сильный там на линиях, все дела, а нужна AOE-шка. AOE. Хоть какая-то. Брюмастер. Хоть что-то. Брюмастер хороший, да. Четверка. Зомби-зомби. Ну, да, хороший, потому что в драке, если нажмешь Dispel на иллюзии щиты, уже будет хорошо. Ну, да. Это не AOE-шка, но это достаточно, чтобы драку завести. Ну, подожди, ну, Grimstar Oak, можно сказать, тоже AOE. Да нет, он не AOE. Ну, не такой, ну, ладно. Он AOE, знаешь, против героев, которые… Ну, допустим, против PL он AOE. Ну, да. Он там сильно заряжает. Котел какой-то. Котел. Ну, им вообще мало просто кто играет, а такой персонаж, который… А New Merchant, по-моему, играет на котле. Кстати, Бангалилл очень сильный пятерка-четверка, но на нем нужно уметь играть. Вот, Бангалеры с ним частенько поигрывают, а так его… Не так часто, может быть, Джаж там какой-то играет. Ну, да, ну, можно сказать, там Миньор, допустим. На нем кто-то и Заяц играет, там еще кто-то… Ну, не знаю, я хочу точно AOE-шку какую-то. Либо герой, который, опять же, запровадит Team 5. Потому что, опять же, прист-помощник, мастер-помощник… Есть Феникс какой-то, но слабый лайнинг. Нет, Феникса нельзя брать. Тут на лайнинге против андайинга этот не сработает. Многие команды пугнут перед суппортом, кстати. Котел, опа! Как тебе? Ну, подходит под идею, про которую мы говорили. Красиво. Вот именно подходит под то, что надо. Не прочитано. Сочетаемо. То есть, суть в том, что, понимаете, в драхте вы задаете описание того, что должно быть, да? Да. И далее по этому описанию и по пулу ваших, скажем так, игроков вы выбираете героя, которые подходят. Вообще, Котел – это один из недооцененных героев этого патча. Это просто имбища нереально. Имбища, да. Я не думаю, что он недооцененный. Под Медузу. Вот вы представьте, да, драку, где будет… У тебя поле МК, у тебя ульт Медузы и Котел. Как против этого драться под Team 5 в целом? Все просто стоят и умирают. Так нет, люди попадают в яйцо, из-за этого потом окаменеют от Медузы и… Что на Даззле, покажите, пожалуйста, я ниже. Я вижу, что Макакич Мид и взяли ДК против Макакича потенциально. Не, слушай… Дхак на коре. ДК на ласт пик ужасный, по-моему, в том плане. Потому что сами себя закрыли. Да, потому что сейчас Мид идет Макака, во, на фоне взял. Ну да, Медуза отправит в сейфлейн и… Медуза, Даззл будет в сейфлейне, Котел – бист в харде и все отлично для кампита. Они еще думают, видите, они еще думают по поводу. Либо убить серверблайда на линии, либо запротектить свою Медузу. То есть тут, как бы, Даззл будет крайне хороший и там, потому что он может крипов хилить, или с бистмастером, потому что под ядом Кабана отпустят. А, не знаешь, что еще, по-моему, могут думать? Сделать Даззла, может, тройкой, потому что до конца не пикнули. Не-не-не, тут Даззл точно с опором должен быть. Прямо тут точно. Даже такие мелочи читают наши аналитики. ФНГ пятерка и Даззл… Ну, тут просто он слишком хороший там и там. Слушай, Immersion взял биста. Ага, хорошо. Видишь, я прочитал. Ну, это Акулач. Акулач такой. Сейчас на престе разводил. Ну, знаешь, они посмотрели типа на ТБ, ДК, на бистмастера сложно пробивать. То есть Саурай полезен, но даже если он там собирает, условно, быстро свои какие-то слоты, ему все равно этих героев убить сложно. А тогда Даззла все равно не тот герой, который будет бить. Да, Даззла тоже не тот. Он так же самый, поэтому не всем понятно. То есть просто от Даззла, что на четверке от него будет такой же импакт, условно, как и на тройке. А вот бист на четверке может быть не настолько полезен. Беспроста Леса стажерок гораздо больше, когда они выгонят. Вот именно гораздо больше. Да-да. Ну что ж, а предикты, конечно же, и кому отдают предпочтение? Я Загамбитов точно, особенно еще после прошлой игры, конечно. Я тоже Загамбитов. Я надеюсь, что это первый раз мы как раз все-таки угадаем, где как бы по пику и по игре все будет. Пора бы. Да, потому как, ну, действительно, пик был разложен просто по полочкам. И, конечно же, коэффициенты от нашего партнера ES.bet. Посмотрим, что они дают навстречу этих коллективов. Потому как, если коэффициенты сочные, можно лить. 1,27 на 3,55. Ну, можно лить. Хорошо. Можно лить вполне себе. Я пошел заливать уже. Все, надо лить. И вы тоже, конечно же, лейте. Ну, а мы будем передавать слово, конечно же, нашим комментаторам. Это Каспер и Фоливер. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Действительно, Фоливер и Каспер с вами. И начинаем смотреть дотку. Да, спасибо огромное нашим аналитикам за то, что разложили все по полочкам. Очень интересная предстоит игра. Особенно учитывая то, что обе команды свои открывающие матчи проиграли. Именно поэтому есть интрига. Также уже, как было сказано ранее, дежаву. Третий раз подряд лично я наблюдаю Медузу. Не в восторге от этого героя. Хотя, честно говоря, сейчас немного игры поменялись. Сейчас нет столь затяжных карт, в которых эта Медуза успеет надоесть или которую просто не видно. Хотя часто очень команды справляются вчетвером. Медуза просто подключается и является именно тем звеном, благодаря которому игру удается завершить в свою пользу. Да, ее потом обычно так берут, вперед толкают. Молоди, ломай башенки, а мы там тебя позащищаем. Да, еще, конечно же, интересно то, что, не знаю, успели ли наши коллеги обсудить ситуацию, но замены Gambit, FNG и Merchant, которые теперь заменяют двух игроков. Это KingR и OneScore. Как вообще к этому относишься? К самому факту замены, к тому, как эта замена произошла, как это реагировали игроки или вот номинально по силе? Наверное, лучше номинально по силе, потому что, думаю, первый вариант уже все успели обсудить. То есть это как-то негативно у нас все же в преддверии Нового года. Не знаю, я, честно говоря, сомневаюсь, что это какое-то глобальное усиление, возможно, что это идет на уровне внутриигровой химии, знаешь, командной. Вот в этом плане, может быть, будет чуть лучше, потому что это только ребята сами по себе знают, да, как они там общались ранее, как сейчас будут общаться. Но на такой короткой дистанции будет трудно определить и сейчас ожидать от них результатов каких-то нереальных, ну, мне кажется, не совсем правильно. Да, это очень логично. Поднимали парня баунтируны, сюрпризов не было, все по две штуки получили оба коллектива, никаких сюрпризов пока не было у нас. Да, ну и что касательно линии Бестмастера, вижу на топе Котла плюс Дазла. Такая вот заварушка сразу с Сандаймом встречается, возможно, даже шансы будут его забрать. Пойзон Тач, насколько я понимаю, уже вешал. Афтерлайф Дикей помогает немного времени выиграть и хватит ли все же этого для убийства, для первой крови в этой карте. Должны, должны, должны его добивать еще топориком. Хорошо. Иммершн, правда, саппорт, забирает First Blood, но, тем не менее, это уже неплохое начало для команды. Да, и вот, что касается мида ДК, ну, тоже такой персонаж, который очень долго будет фармить, честно говоря, механик его похожа с Медузой. Единственная разница только в том, что шестой уровень, форма, и уже можно будет поднапрячь вышку, правда, не зная, будет ли Медуза линию свою покидать. И вот, да, странно как-то в итоге получилось, потому что, как мне кажется, Афонин именно дан на Манки Кинге, ему следовало бы отправиться стоять против Драгон Найта. Обычно так и делают. И во время распика героев уже было понятно, да, что вроде бы Афонин забирает Манки Кинга, и что, скорее всего, он пойдет бить Драгон Найта. Но мы видим, что получилось. Медуза пока что в центре, может быть, какие-то изменения последуют. Но пока все так и остается. Да, причем сейчас я вижу, что трипла именно от Hippomaniacs на топе находятся. Я вижу, что они дают фармить Террорблейду, пытаются зонить Бестмастера, который изначально помешал своими коллегами. Но при этом всем на линии также остается дазл, и я думаю, что ему в противостоянии один на один, если саппорт и обеих сторон будут заняты, вполне будет получаться им Пойзон Тачем продолжать гонять Террорблейда и все же вносить в свою лепту вот эти вот попытки помешать ему добивать крипов. Вообще Террорблейду без формы тут будет, правда, очень тяжело, поэтому такие постоянные потасовки, размены по здоровью со стороны Undying, Рубика, они будут только приветствоваться, чтобы самому ТБ не доставалось. Да, если вернуться обратно к противостоянию на миде, я вот все же прыг к тому, что одна сторона выбирает некую пассивную сторону, а у другой есть герой, который после шестого сразу же может линию покинуть, но при этом помочь где-то на другом участке. А тут у нас Террорблейд, ой, не Террорблейд, точнее, а Драгонайт и Медуза. Да, абсолютно верно, причем второй фраг у нас достается Гамбитам на топе, снова на Undying. Ну, они более предрасположены к убийству, я имею в виду Гамбит, у них более агрессивный цеплятельный драфт получается, Undying, да, он просто идет, аккумулирует какое-то количество сил, вот сейчас еще и на Рубика набрасываются, и нет, Амершин не подошел под старого Акулыча. Причем неприятная ситуация, Террорблейд форму потратил, да, героев отогнал, но без варианта, где можно совершить убийство и как-то получить выгоду из этого, вот это вот тоже грустно довольно. Плюс, как сказали ранее наши аналитики, очень интересная пара двух героев, Даззл и Бистмастер, что они могут там в лесу где-то, ну вот тот же Бистмастер, да, что-то заработать, где-то спауны какие-либо подбочить, просто информацию дополнительную дать. И снова фраг. Ну, это нам показывали, да, повтор предыдущего. Там как раз повезло, ну не повезло, просто еще несколько крипов подошло, как раз под лечение Даззла, и урон оказался очень серьезным. Создали необходимый эффект. Да, нижней линии пока у нас особо внимания не уделяется, но опять же там Манки Кинг и против Драксира, то есть неохотно. Причем, причем, посмотри, посмотри, как Манки Кинг динает 11, 11 добитых своих крипчиков. Да, очень старательно, то есть Драксир получает гораздо меньше золота за счет этого, естественно, апается Манки Кинг, жаль, что это не сказывается на опыте, да, и разницы какой-либо в уровне. Хотя, с другой стороны, я лично считаю, что оба этих героя не получают значимого какого-то бонуса или вот преимущественно другим персонажам, чтобы совершить убийство в одиночку друг на друге. То есть тот же вукон команд или, ну, та же стена Драксира, вряд ли они помогут в такой ситуации. Да, 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 это просто, просто скорее для обычного фарма им эти способности пригодятся, либо для отпора при какой-то агрессии со стороны противника. Ну, Драксиру убежать, там, у Банла Страйк отбросить, что-то в этом духе. Да, и опять же, разница в героях в том, что Драксир он продолжает, может фармить, он может обзавестись Доминатором, какие-то другие планы у него быть могут. Но, опять же, он не слишком содействует изначально с командой, не является тем звеном, благодаря которому снова, опять же, можно начать драку. Тут еще сказывается то, что, ну, не всегда появляется вакуум и просто не с чем его комбинировать. А Манки Кинг все же, подняв уровень, получив какие-то базовые слоты, пару врейсбендов, ботинки там по выбору, уже может начать по карте где-нибудь. Ну, они и должны, они и должны будут, по идее, пойти, когда бестмастер получит шестой. Но так как бестмастера пока поддержка, ой-ой-ой, тут очень большие проблемы у Рубика, да, Рубика убивают, дальше загуливает немножечко ондайн. Я думаю, с ним тут тоже смогут немного поразвлекаться, да, зависит от того, как много времени потратят на убийство или не будут его добивать. Но пока он сопротивляется, еще и Диким, и Террорблейд в итоге вместо него подставился, ну и Террорблейда простили. Понравилась попытка ФНГ подблочить и таким образом выиграть немного времени, дать больше шорна по героям нанести, но нет, фраг сделать здесь не получилось. Да, но все равно, блин, котел как вот привлекает к себе внимание, возможно, это байт, но, честно говоря, я не вижу таких вариантов. Ну, котел вообще он очень быстрый, поэтому, поэтому, да, поэтому он и пользуется вот своим преимуществом по скорости и развлекает этого андайинга. Расскажу потом про другое такое же противостояние, пытается уйти Даззл, у Даззла получилось. Да, ну, возможно, ответный фраг на Рубике, страдает Рубик много урона, замедление от кабана, ответный Фейтболт срезает немножечко урона, пытается ТБ, может быть, подблочить и закрыть дорогу, но вот не хватает одного удара. Фейтболт, это все Фейтболт. Так бы иммершн должен был его добивать, скорее всего, но не добивает. В итоге птичку поднимает, забирает вражескую руну, кстати, про вторую руну и, правда, все уже успели подзабыть, но вроде бы гамбит разрулили. Так вот, вспоминаю я одно противостояние, GH играл на котле против андайинга, и нужно было наблюдать просто за этой картиной, как андайинг, он просто не знал, куда им удеваться. Он пытается пойти дать птичку, в него залетает один-два удара, отступает, потому что разница в скорости, это было что-то в районе 60, физически невозможно догнать, дикеймит этому котлу, ну сбил ты ему здоровье до 200, а он просто бегает и продолжает тебя дальше бить. Это было очень смешно наблюдать. Тут была встреча, Суприма сейчас заковыряли. Да, причем он был под формой, хотя наверняка она уже к концу подходила, что не столь значимо пытается Рубик подставить своего тиммейта, телекинейстом откидывает его вполне удачно, последний удар от котла не хватит, чтобы еще и андайингу бить, но потеряли кора, и это являлось именно целью гамбитов, то есть сделать фраг на кор героя, чего они добились. Причем они андайинга еще и выгоняют, понимаешь, у него не осталось никакого регена, он просто пошел к себе под фонтан и сейчас будет тратить время, пока появляется Террорблейд, потом пока прилетит андайинг, и также вот на центральной линии очень забавно смотреть за битвой этих двух тяжеловесов, потому что урона они наносят хоть сколько-нибудь видимый только своими заклинаниями, а когда дело доходит до рукопашки, ну это просто смешно. Да, о чем я раньше говорил, то есть оба героя к линиям своим, грубо говоря, приставлены, они никуда не пытаются уйти, здесь вот попытка была от МКУ бить Дарксира, зарядил Джингумастерик, к сожалению, еще бы удара, возможно, того самого Бондлстрайка, который ранее был использован, не хватило. Вот еще он был использован, но немного не хватило. Так, видим смок от котла, я думаю, что это просто, да, вард, который появляется в лесу у оппонента, причем дальше у нас следует ВНГ, видимо, за центральную вышку, чтобы еще один вард расположить там, или это какой-то коварный план по гангу, но я не совсем понимаю, что здесь можно будет с котлом сделать. Вот сейчас он выходит, да, при этом остается пока незамеченным, и все, его нашли. Да, понимают, возможно, где находится вард. Да, еще тут сыграло не последнюю роль то, что курьер как раз пролетал мимо и вот показал краешком именно к клифу идущего котла, что, естественно, можно сделать выводы после подобного момента. Да, интересно, интересно, кстати, догадаются или нет, потому что вард достаточно глубоко находится, может хорошо палить перемещение там пятерок, четверок, но там на верхнюю линию гипоманиакс сейчас смещаются, и вот опять сказывается эта пассивность драфта. У тебя Undying, это легендарные гангающие зомби, у тебя Рубик, который, да, он может зацепить, но урон у него совсем маленький, и у тебя на одной линии Core Terrorblade, на второй у тебя Dragon Knight, на третьей у тебя Darkseer. Они не убивают Terrorblade, только с формой. Без формы ты просто ничего не можешь сделать. Как убивать при этом на линиях? В итоге мы видим счет 0-4, потому что не могут проявить инициативу сейчас сами гипоманиакс, они должны играть только от защиты. Да, и был Смок только что, видимо, планировали выйти на Медузу, идти за вышку, смысла особого нет, все, время потрачено впустую, но окей, у ДК есть форма, и возможно будет еще попыток пара вышку побить. Котел, впрочем, тоже здесь, лиминейтом с крипами разобрался, и далее ДК, без маны, наверное, в колдауне Soul Ring, то есть спить никого не сможет, хотя стан уже взял единицу. Да, причем тут вард стоит, тут очень много информации сейчас у Gambit. Они понимают, что этот рубик, этот онлайн, они ничего не делают, они подходят, разминают Dragonite, забрасывают в него кнопочки свои, и спокойно себе дальше, да, подлетает ДК. Очень интересный такой врыв был. Да, очень агрессивно действует, но понимают, что он сейчас безнаказан, понимают, что нет контроля, нету станов, его не могут задержать и не могут получить необходимое количество времени, чтобы прям взять, забрать, отправить таверну. Да, опять же, можем взглянуть на крипстат, видеть, что МК по-прежнему старается, добивает крипов и мешает Дарксиру. В плане ДК, Медуза, да, у ДК чуть больше ДНАФ, но я думаю, что это, опять же, не столь существенно. И смотрим, что здесь, на МК, нападение, фейтболт, Айншелл, на Дарксире. Потрясающе, потрясающе. Но он что-то не обратил внимания. Вот, вот, проблемы драфта. То есть вы набрали вот этих андайингов, которые выигрывают линии, а дальше что делать? А дальше у вас все суперпассивное. Знаешь, поэтому я часто так ругаюсь, говорю, вот, вы там наберете постоянно этих кентавров, еще кого-то там с Энкинги в сложных, когда-то там были. Типа, а где же этот Дарксир? Вот под комбо очень круто. Да, под комбо он очень круто смотрится, но когда дело доходит до ганга на линии, мы слышим вот Оунич и совсем не в пользу у самого Дарксира. Да, его конкоман, два героя при этом пытаются разобраться с Манки Кингом, но это может стать огромная ошибка, и хотя вот крип под Эншеллом вега с ним неплохо было бы разобраться, и было без чипа использования. Просто, просто иллюзия под Эншеллом заколола, да что ж такое. Да, но у него была дилемма, он не знал, что делать. Крип с Эншеллом, и там баг, который он тоже хотел разрушить, и все-таки это сыграло с ним злую шутку. Может быть даже... Ну, Эншелл так-то побольше урона наносит. Может быть стоило даже попробовать, не знаю. Хотя нет, вряд ли что-то здесь помогло бы. Да, после этого Эншелл успел сколлекционировать две баунти-руны, разбил руну иллюзия, дав ее поднять своему врагу, хотя это был андайинг, всего вряд ли он смог бы что-то полезного с ней сделать. И вот то, о чем также, говорю я, с ранней бистмастер. Получается, что у саппорта в какой-то степени команды гамбит, руки развязаны, бистмастер может время свое потратить на то, чтобы немного потусоваться в лесу, пофармить крипов, поднять уровень, возможно, что-то даже полезное на команду собрать. Вот смотри, счет 1-5, я бы не сказал, что фрагов много, при этом преимущество 3000 просто из-за того, что пассивно с большим успехом на линиях перефармливают своих врагов игроки гамбит. Именно, именно, посмотри на Террар Влейда внимательно, 2900, даже, допустим, 3000, да, и бистмастеру, которого тоже сейчас там 2800 с мелочью, который вообще ни капельки не отстает. При этом мы ведь понимаем, что бистмастер сейчас уже там 5,5, то есть он добирает 6, он уже идет с кем-то убивать людей, у него есть такая возможность. Манки Кинг тоже может и цеплять, и убивать, вот под плюс 1, под того же бистмастера, разведки будет очень много, есть птицы, есть сам МК с его чудовищным обзором. И вот все эти вещи говорят, вроде бы, в пользу команды гамбит. У меня только лишь одно опасение остается, это на то, что игра вот в супер пассивном русле продлится, не знаю, 50 минут, у всех будет очень много артефактов, и тогда Террар Блейды, Драгонайты как-то начнут о себе заявлять. Пока что шансов для них что-то не очень много. Да, очень на это похоже. Но, на самом деле, гамбитам сейчас особо предпринимать ничего не нужно. Они специально расставили вижн, просто чтобы в курсе быть о том, что их противник делает и где он находится. Может быть, конечно, в какой-то момент они подумают, а вот мы под Вардом видим Террор Блейда, почему бы тогда нам не потратить часть нашего времени и ресурсов, то есть взять там, собрать бистмастера как раз, который получит шестой, и пойти вражеского карьера, злочек убить. Но, честно, я очень много игр видел, да, с подобным исходом, где Террор Блейд уходит в лес, действительно игра сложна для него, но он выфармливает. Я не знаю, почему-то сразу вспоминаю Артизи, но тут, конечно, может быть, меня очень далеко уносит. Ну, да, Артизи, Миракл в последнее время, вот если более свежие, скажем, примеры приводить. Да, но к чему я веду? К тому, что все-таки команда пытается сопротивление какое-то вот давать, какой-то бой, да, где-то проводить драки. Хоть какие-то, может быть, неудачные, но сражения... А здесь, здесь они сами являются теми, на кого ведется охота. Хорошая, кстати, у нас вакуум под стенку, после этого вакуум команды, к чему же это приведет? Ультимейт виспабу используют, дрог бестмастером. Сейчас есть шанс Дарксира забрать, насколько я понимаю. Но Сандром, Террор Блейд, подсейл здесь. Коллегу своего, тем не менее, это мешает два фрага сделать гамбитом. Теряет они бестмастера саппорта, и, возможно, это еще не конец. Ну, вообще, конец это, скорее всего, для хипомейникс в этом эпизоде. Да, сами они потеряли, как уже верно ты говорил, бестмастера. И, вспоминая слова наших аналитиков о том, вы только задумайтесь. Там есть Уилл-Уисп от Котла, там есть Арена от Манки Кинга. И там, тут в данной ситуации не было, но будет, Стоунгейз. Как драться до появления БКБ? А нынче Дота такая, что БКБ у тебя появляется уже фактически в лейтгейме, потому что ты там пока брасерами обмажешься с вангвардами и прочими артефактами. Знаешь, на том моменте, когда говорили наши аналитики на тему вот этого набора способностей, я себе, вот честно, хотел, знаешь, выкрикнуть, мол, ну, когда это бывает такое, что все получается идеально, это же просто идеальный сценарий, идеальное сражение, вот теория идеального файта. Но здесь получается довольно просто, плюс немного улыбнула ситуация с Драксиром. Он подумал, что у него все-таки есть еще живые тиммейты, и что он готов драться, но он оборачивается, никого нет, Рубик где-то вдали, он один, и четыре героя, естественно, понимают, что... А почему он не сделает еще одно убийство? Да, да. Как-то просто. В итоге, в итоге, все эти кнопки работают, ульты очень сильно у Gambit будут сочетаться, я говорю буду, потому что еще Stone Gaze. Stone Gaze просто не самый, скажем так, плохой элемент этой комбинации, потому что когда вы все разворачиваетесь смотреть на шарик, после этого вы неожиданно превращаетесь в камень и вас расстреливают. Мы помним, что Stone Gaze сделали там чуточку сильнее, там убрали все эти сопротивления, теперь можно бить всем. Да, но по факту третья в копилку вышка для Gambit, и сейчас единственная вот сносит ДК, и то потому что он до сих пор прицеплен к центральной линии, и стоял против Медузы, получил шанс вышку эту добить. Дал Медузе стан, и, собственно, немного денег заработал. МК охота ведет, в лесу находит Андаинга, там Бау успел поставить тот, Рубик вроде как подселил, в итоге Афонин такой неприятной ситуации получить стан от ДК, и, как видим, разбираясь с ним, четыре игрока в Hippomanix. Я думаю, что это уже какая-то вот такая степень безнаказанности, когда игроки понимают, у нас все хорошо, мы лидируем. Да, да, все верно, ты понимаешь, при этом он в курсе, что у него бисмастер еще нижнюю линию сплитит. Сверху может быть нападение, да, вот на Terrorblade отвечают, например, и это совсем неравноценные вещи. Да, мы видим, что номинально Monkey King сейчас дороже, чем Terrorblade, но понимаем, что от Terrorblade будет зависеть намного больше в дальнейшем, и что именно от его артефактов будет исход для Hippomanix зависеть. Да, но сейчас даже шанса не было там в какой-то теоретический Сандер использовать, просто Roar, Eliminate, и героя на карте просто больше нет. И вот правда грустно, потому что не на кого рассчитывать сейчас именно, нет. Да, ДК, 6000-ый творчество, но вот задам себе сам вопрос, а что сделал ДК сейчас, кроме как вот этого вот методичного такого упирания, да, в стену и сноса вышки? Ну, пока ничего. Кстати, Рубика, Рубика увидели, ай-яй-яй. А у бисмастера там топориков не было, можно было его снять, например. Ну вот мне показалось, что он просто не обращал на них внимания, да, он их просто не качал. Ну и так сейчас и делают обычно, да, просто мало ли вдруг он там уже большого уровня, что некуда было девать скиллпоинты. Да, очень на это похоже. Не знаю, ситуация с Vision не слишком кардинально менялась. Вижу, правда, пару вардов от Hippomanix, один на центре, другой на клиффе, на топе. Но вышки там нет, и опять же, это не совсем та точка интереса, о которой стоит, наверное, думать. Сейчас это просто не приносит никакой пользы. Ну и правда, три тавра были снесены, карта чуточку, ну, как-то вот, наверное, комфортней, да, для гамбитов выглядит. И Медуза, я даже обратил внимание на то, что Стоунгейза нету, просто потому что даже ситуации толковых не было, когда они нападали, и просто без необходимости был этот Стоунгейз. Все скиллпоинты потратить на тот же Манна Шилд, на Сплитшот, на все, что позволяет просто шустрее выфармливать очередные слоты, и топовый Натворс как раз за Медузой. Хотя он, конечно, не столь огромен в плане там отрыва от других героев. Ой-ой-ой, смотри, сейчас могут зацепить. Да, и Праймал Рору очень своевременно как раз в момент использования Суржа, поэтому Саберлайт, наверное, не сможет уйти. Да, только остается ему на развороте стеночку поставить. Андаинку успевает убежать из арены, но все остальные тут погибают. Я имею в виду иллюзии, конечно же. Все, что там находилось. Стенка, вакуум были, но как раз вот правильно. Тайминг Суржа, и он уже понимал, что он заканчивается, ему только разворачиваться. И принимать этот бой, но кто его поддержит? Здесь проблема. 8К уже у Гамбит Перефарма. Это серьезная сумма, и они постепенно приближаются к вражеской базе. Да, сейчас на очереди Тир-2 вышка уже в центре, прошу прощения. Уже есть Некрономикон на Даззле, и Мека уже готова, и Гардиан Грифс не за горами. Короче, как сопротивляться, непонятно. От спама совсем-совсем немного. В частности, это Брюсфайр плюс Фейтболт. Ну, может быть, Рубик еще что-нибудь там под тыре, но это не слишком будет решать. Сложно будет воровать качественные заклинания. Я когда в драфте Рубика вижу, я ожидаю того, что это будет что-то уровне FY, что будут какие-то невероятные стилы, способности. А что тут красть, по факту? Нет, на самом деле, если подумать так, Котла ульт позаимствовать, где-то в драке использовать под стенку вакуум, это было бы здорово. Но проблема в том, что, скорее всего, Гамбиты нападать на вас будут первыми. Все свои скил они уже прожмут, и половину вашей команды похоронят. Хотя вот он, кстати, ультимейт от Котла. Да, там Рубик полез красить сейчас вещи, но получает одну тычку, вторую тычку, и просто постоянно смотрит на шарик. Вот, только успел подворовать. И крадет щит маны. Такая себе история. Да ну что, с этого захода вышку снести не получилось, при этом потери особых не было, хотя пару ультимейтов в калдауне, и Гамбиты просто могут отойти. Хотя прыгают ИК с даггера, дает стан, бестмастера поймал. Напомню, что это саппорт. Форма ТБ, ответ Рор. Будет ли урона достаточный для того, чтобы фраг сейчас совершить? Рефлекшн. Стенка ставится, Брисфайр от ДК. Но ДК в очень плохой позиции. Да, его все-таки добивают еще и Себерлайда. Сейчас также могут добить. Нет, Суприм подставляется. Бондлый страйк от Афонина и без шансов на Сандер. Опять же, двухкор-героев теряет Хиппо Мэникс в этом сражении. Предпримут ли попытку сейчас Гамбита Рошана забрать, считывая Владимир, появившийся на бестмастере? А почему бы и нет? Кто им сейчас будет мешать? Вот именно. Тем более Дарксир все свои скиллы потратил, и это проблема. Да, просто заходить Рошана, забирать его совершенно спокойно, и дальше идти заканчивать эту игру. Пока что, я не знаю, я вот смотрел на Хиппо Мэникс на предыдущих картах, потому что на сегодня это у них не первая игра. И даже при более-менее хороших драфтах у них просто не получалось хорошо играть. Сейчас проблема еще и в драфте наблюдается своеобразная. Мы уже говорили про эту невозможность кого-то зацепить, убить, что вытекает вот в эти всего три фрага. Причем все три фрага это защитные какие-то маневры. Может быть один там где-то, где они сами инициировали. Но сейчас нападают, мы видим, на Андаинга, его тоже уже никуда не отпустят. Вот, и все. Гамбит это очень четко прочувствовали. Они понимают, что все, ребят, мы там спокойненько фармим, на нас будут нападать, мы дадим отпор. Просто контролируем ситуацию. Да, у меня тоже самое сложилось мнение. Вот Снайпер, Акс, Свар, которыми они играли в прошлой карте, это было многообещающее на стадии драфта. Но гораздо более печально уже в самой игре. Причем словно они попытались поменять свой вот плейстайл прямо на ходу. То есть играли с одной командой и подумали, что это не сработало. Давайте тогда наберем вроде как героев, которые имеют вот спам, которые будут пытаться давить на линии. У меня получилось так, что они сами с Силом столкнулись и очень быстро начали на карте терпеть крушение. Так, тут Дазла пытаются убить. Но он, кстати, Грейв, телепорт. Или он даже не будет нажимать телепорт, потому что у него тут уже есть подкрепление. Приветики, Драгонайт. Ага, очень быстро разбираются. Да, пара использованных способностей от Дазла срезан. Был армор, возможно, даже, ну, сказать трудно сколько. Я к тому, что Драгон Влад не столь огромную пользу принес ДК здесь. И еще один фраг делает Афонин по факту в соло. Не было здесь никого из его тиммейтов. Да, под Вардом находился здесь Манки Кинг. Видел прекрасно, сколько здесь героев вражеских. По шансам ли совершить данное убийство. Да, контроль карты вообще очень хороший. У Гамбит сейчас. И вот продолжая тему с Хипоманиакс, они, мне кажется, и по ходу вот той карты, где у них все получалось, которую ты вспоминал уже со Снайпером, там Аксом, Сларком, у них реально были очень крутые шансы. Но у них Акс не выдержал тайминги, погиб два лишних раза, не купил блинг. И из-за этого посыпалось все. Снайпер постоянно подставлялся, при том, что, ну, чувак, у тебя дальность атаки самая большая в игре практически. Просто стоит где-то вдалеке. Но при отсутствии вообще повального количества блинг-даггеров на Снайпере стабильно сидела парочка персонажей. Я не знаю, как это возможно, но факт есть факт. И вот эти проблемы Хипоманиакс, они сейчас вытекают в то, что Гамбит просто систематически идут себе и продолжают выигрывать, постоянно выигрывать на этой дистанции. Я не знаю, вообще были ли они позади по экономике хоть раз, или там по темпу, или вообще по любым другим параметрам. В этой карте вообще на это не похоже. Абсолютно. То есть вот как лидерство. Просто у Гамбитов есть четкое понятие так называемых доте-объективов. Это есть вышки, есть рошан, да, после удачной драки, когда мы понимаем, что пара кор-героев и отпор нам дать не смогут, либо скиллы в колдауне. И вот шаг за шагом я вижу, как сейчас Гамбиты просто идут уверенно к победе. Да, вот нападают на Тарарблейда, даже нажмет он сейчас Тадсандер, ровным счетом ничего не изменится. Подходит Дазл, на месте уже там есть у него и Грейв, и все остальное от Иллюзионита побегали. Хорошо, выменили на себя парочку персонажей. Дазла не факт, что получится забрать. Вот что я хочу сейчас донести. Да, Афонин спрыгнул уже с дерева. Ставится Томбстон, но Томбстон активно пытается рушить. И получится сломать его, да, наконец-то. Очень много времени, на самом деле, находится под ультимейтом Котла. Герой заходит, Медуза просто в спину, и Дахак должен разбираться сейчас с вражеским ДК. Опять же, два героя были убиты. И, возможно, заход на Хайгран по-прежнему актуально на Эггис на Медузе. Да, и третьим фрагом, правда, был Бистмастер. Где-то он вне кадра у нас успел умереть. Байбэк. Ну, потому что команда сейчас хочет, понимает Бистмастер, что у него Аура, у него Владимир. И, то есть, с ним явно будет поприятнее. Под формой ТБ хочет дать отпор. Попытаться выбить, возможно, там, Ману из Медузы. Потому что пока только это получается. И Тони с огромным успехом делает байбэк ДК. Делает ТБ, а при этом Стоунгейз потрачен на Медузы. С оружием помогает Дарксир, позволяет ДК здесь спасти свою задницу. Тем не менее, продолжается осада вышки. Т3 потихонечку падает. Продолжает. Робик Телекинезис, но вот ради чего? Ради того, чтобы Бистмастеру Стан дать. Да, его присутствие здесь, это уже огромный плюс. Ему даже не надо кнопки нажимать. Да, причем, видишь, они подходят. Иногда подходит тот же Эммершн. Дает там пару тычек, либо вышки, либо казарме. Так, сейчас тут Сиберлайт что-то решил попытать свое счастье. Окей, еще один подошел. Хорошо, что вы хотите доказать Медузе? Тем, что вы подходите и получаете от нее по щам. Что вы можете выдержать несколько ударов? Ну, ладно, она нанесет чуть больше ударов. Вы все равно умрете. Да, андаинга не стало, Томстоун также разрушен. И все, это минус верхняя линия. Да, гарантированная линия, учитывая то, что Рора Бистмастера поймали Дарксира. Помогает Медуза. Команда рядом хочет в окон дать Афонин или балуется просто. Ну, не чувствует соперников. Нету здесь необходимое количество просто вражеских юнитов, чтобы тратить. Хотя стенка вакуум отличная, Дарксира пытается Декастер Вейдом с Медузой разобраться. Это не та цель наверняка. Хотя с другой стороны не фокусит и Медузу. Просто вся команда остальная рассыпется в клочья. Добивает Медуза также Дарксира. Делает третий фраг в таверну после боебека ДК. Это действительно ГГ. Это ГГ и это 4 на 22 по фрагам. Это 25к перефарма, 24 на 24 минуте. То есть это такой, знаешь, эталонный разнос. Вот как по учебнику. Если когда-то вы видели, как выносят вперед ногами в дотке. Вот это тот самый образец. Как это должно происходить? Все начинается с линий. Потом это переходит в мидгейм. Передвижение постоянно с носа башен. И все, Рошан, игра. Да, абсолютно верно. Причем грустно, что пока у нас игры такие вот в одну калитку. И это очень прискорбно. Потому что хочется действительно интересной игры, у которой есть интрига. Где одна из сторон не явно лидирует. Ты просто вот уже с первых минут буквально выглядишь фаворитами. Что ж. Да, да. Я думаю, что мы можем сейчас еще немножечко посмотреть, послушать наших аналитиков. Возможно, они нам поведают что-то, чего мы еще не знаем. Спасибо огромное, Роман. И Антон, конечно же, пощечина от ЕПГ заставила гамбитов подсобраться. И что мы видим против Hippomaniacs? То, что они просто разносят своих оппонентов абсолютно без шансов. NetWars наращивается просто в какой-то геометрической прогрессии всю игру. Начиная с линий как раз таки. Ну и вот то самое распределение по линиям персонажей. Хотелось бы об этом поговорить. Как раз таки о Monkey King, который пошел стоять против Dark Seer. И было предположение, что он, может быть, пойдет все-таки на центральную линию. Но, как показала практика, и так отлично справились. У нас гамбиты. Ну и Коттл, наверное, MVP этого матча можно ему отдать, скорее всего. Ну, ваши мысли? Ну, в первую очередь, мы видим, почему Dazzle, собственно, был кором. Потому что они пошли игр стоять 3 на 3. И тогда это, скажем так, логично. А далее они уже выбирают, как им лучше поставить. Либо заставить страдать ДК в миде, но тогда Медузе будет тяжело. Либо Медузе будет нормально в миде, и Макака себя тоже будет чувствовать хорошо. Очень интересно и очень эффективно поставили по линиям, за счет чего получили себе еще больше преимущества. Ну и как мы видели сейчас, когда уже в пике был Коттл, а не Трин, это все выглядело гораздо более гармонично, что ли. То есть вот этот тимфайт, я как раз, сколько раз этот шарик зарешал, это то, чего именно не хватало, то, чего хотелось именно в первой игре. Да, как раз таки то, чего Трин не мог предоставить. Коттл, амбаб. Конец аналитики, все, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Я не понимаю, почему люди на нем не играют. На самом деле, даже взять в СНГ, на пальцах можно почитать людей, которые на нем могут круто отыграть, но на уровне Джаша это сложно. Не, ну Зайц, кстати, круто на Котле играет. Как раз таки глянем послематчевую аналитику. Может быть, и добрался до Джаша. А вот и она, статистика послематчевая. Как раз таки, но мы видим то, что говорили. Тотальный разнос, да. Без шансов. 20-я минута, 17к преимущество. В целом, лайнинг, конечно, для гамбитов получился вообще идеальным. Я бы отметил бесполезную связку суппортов у хипоманьяков. Рубик плюс аналитик. Но в совокупности взять против этого беста Котла, сравнить импакт. И вообще по игре, что герои могут после лайнинга. То есть, что бест очень много дает ауры. Там за счет птичьих, да, мап-контроль. Котел тоже очень сильно усиливает тимфайт. То есть, а рубик и аналитик, они выглядят совсем беспомощными в сравнении. То есть, плюс они еще и слабее на линии. Вот такой трипла в триплу против аналитик, против беста Дазла, как мы и говорили, проигрывает. То есть, он на линии раза два умер. На аналитике ты уже, когда так все развивается, не очень тебе приятно, комфортно играть, когда так с линией выкатываешься. Тем более, что этот герой пикается с одной целью. Выиграть линию, засекюрить лайн. Если у тебя это уже не получается сделать, то... Ну, не совсем. Когда ты идешь 5 на 5 какой-то раз, ты ставишь там бузмей. Да, это все равно работает. Тут ты прав. Весело. То есть, тут больше это то, о чем я говорил в самом начале драфта, что либо мы берем комбинацию, ну, то есть, мы берем двух героев под комбинацию, либо мы открываем коров саппорта, и потом берем саппортов, ну, таким образом, чтобы они включились в игру и включили коров потом. Вот как-то так. А здесь они взяли именно рубик андайинга. То есть, я потому что раз спросил, к чему это. То есть, это не комбинация. Это не является чем-то ультимативно, скажем так, имбовым в этом патче, да. То есть, это просто как бы, ну, два героя, не имеющие ни синергии между собой, ни контрольчиков, ничего. То есть, они просто, и мало того, это еще очевидно, куда идет. То есть, андайинг точно пять, рубик, скорее всего, четыре. То есть, слишком мало игроков сейчас играет на рубике коре. Ну, на самом деле, вот был период в начале патча рубика в ВП часто в миде взяли, нунчик ходил, но в какой-то момент, мне кажется, они даже не от этого чуть-чуть отказались. За тема сильная рабочая. Ну, вот рубик был в один период, его намного популярнее пикали, команды по типу секретов все равно будут постоянно там использовать на четверку, потому что у тебя есть обзор в команде. Но, опять же, у команды своеобразный стиль игры. Там рубик четверка, он будет иметь очень много. Он будет иметь там быстрые какие-то юла, блинки, аганимы и так далее. Не каждая команда может себе так позволить играть, и нету такого распределения фарма ярко выраженного. А в остальном, конечно, лайнинг получился крут. Ну, тут МК против Дарксира. Опять же, вообще, в совокупность героев и хипоманьяков мало синергии. Даже в дальнейшем те герои, которых они взяли, вот мы видим Дарксир, окей, у тебя рубик андайвинг и Дарксир. Три героя, уже синергии ноль. Нальше еще ТБ появляется. То есть они брали уже просто героев, которых они считали хорошими. ТБ это был действительно хороший герой по игре. Но так как у тебя нету никакой синергии, и ты идешь три в три, проиграешь три в три, игра заканчивается достаточно быстро. На 20-й минуте мы видим закономерное преимущество в 17 тысяч. Почему я еще рубика не боялся? Потому что, помнишь, мы с тобой обсуждали, что новые игроки, которые приходят, они имеют низкий флекс в плане героев. Ну да. А также некоторые более опытные игроки, которые играют, тоже, как ты говорил, есть меты, которые меняются. То есть в одной мете ты учишься одним героем, а в другой мете ты учишься другим. Третья, а потом меты начинают повторяться. Так вот меты именно, где были тройки и двойки именно в миде, да? Где Рубик именно был. Это давно очень было. То есть тройки, вообще я не помню, что такое было. 2012-го даже год, когда Дэнди на Рубике в миде ходил. А вот двойка, да, я помню, я Дэнди играл, да. Больше я особо не помню, потому что я бы не боялся. В том году, кстати, на второй интернешнл, тогда Рубик использовался еще часто, кстати, как тройка. Как ты играл? Я точно помню, что Винтер играл за этих, по-моему, за Оранжей. Нолды в чате по-любому помнят? Нет, короче, точно помню, против нас там тоже была какая-то игра, мы там отлетели. Дэка играли против нас, там тоже Рубик оффлейновый был. В общем, тогда этот герой, кстати, использовался и мид, и оффлейн. То есть, а потом долгое время он использовался только как четверка, иногда пятерка. Вот сейчас мы видим опять то, что Рубик вернулся в этой мете на несколько королей. Тем более Аркану, конечно, офигенную на Рубику. Да, да, это правда. Но все равно должно пройти какое-то время, пока люди на нем научатся играть. Герой не самый простой, то есть он требует огромной практики. Это не, не знаю, никакой-то казуальный. Кстати, Аркану, наверное, пока что лучше Аркана из всех, которые были. Вот если честно, ну, прям офигенно, если честно, Valve сделали. Ты купил? Я? Да нет, я же не хвалишь, а я не купил. Я на Рубике не играет, потому можете не бояться, что будет флекс. Я не купил себе Аркану, но она самая красивая. Только Андрюха купит Аркану, значит, потренировался. Я не навижу Рубика, у меня просто там еще проблема была. У меня один хаткей, так сказать. На Букву Кью я даю. Да, на Букву Кью, да? Да, я на Рубике не любил играть. Блин, на самом деле, ну, бывает, но, знаешь, может, это и сытно, да, то, что я столько времени играю в Dota, а в некоторых героях у меня маленькое количество игр, то есть по типу того же Рубика. Но, не, вот в Рубик Варс я любил поиграть, я специально хаткей менял, чтобы это покатать. На Рубенчике, действительно. Друзья, кстати, не забывайте, что мы будем проводить розыгрыш. Промо-коды, которые появляются на экранах во время игр, вы их вводите, и мы как раз будем разыгрывать те самые Арканы. Может, вам повезет, и как раз-таки на Рубике вы кому-нибудь изруините в паблике. Конечно же. Ну, а пока? Пока мы будем ожидать следующего нашего матча. Это Team Empire Fate и Elements Pro Gaming. Давайте, наверное, обсудим как раз-таки Team Empire Fate, потому как стоит поговорить как раз-таки то, с чего мы начинали эфир, про года, про Dream'а, как раз-таки про BZZ, Саюша и Мипошку. Мипошка, который вернулся у нас с позиции оффлейна обратно на саппорта. Как можно вот эти вот все, опять же, возвращаясь к Империи, которые наносят очередной удар, вот эти вот изменения, как раз-таки в составе Fate. Dream, God, BZZ, Саюш, Имя, Пошка. Что можно сказать? Это тот же ассоциативный закон. И все как бы осталось примерно так же, как и было. Переставили местами, но ничего не изменилось. Ну, типа того, да, я считаю так. Ну, я тоже не вижу... Ну, балуются, ну, молодцы, если я могу себе позволить. Единственное, то есть, что у нас получается с BZZ на оффлейне не видел, он там, в принципе, таких метовых героев спамит. Неплохо у него получается. В остальном... Не, живу... У меня сейчас будет где-то интереснее посмотреть, больше внимания еще обратить там, да, на их игрока на керри позиции, потому что как-то ранее... Не был знаком с ним. Ну, да. Да нет, да точно. Ну, Ник и этот, и так... Ну, помню, что Пава где-то попадался, ну, просто не обращал внимания там, ну, бегает какой-то чел на керри и бегает. То есть, если... Мне, честно говоря, состав Империи не особо импонирует. Ни один, ни второй, то есть... Ну, возможно, нескоро что-то получится. Но я не верю, что закон ассоциативности им поможет. Посмотрим. Да, ну и как раз-таки EPG, которые у нас тоже сегодня уже играли, и как раз-таки они с одной победой начали этот день. Этот матч начнется совсем скоро, ну, а пока мы уйдем на коротенькую паузу, и после этого уже будем возвращаться к пикам и банам. ПОДПИШИСЬ!